Как вы, наверное, знаете, завтра в Петербурге начинается культурный форум, который проходит каждый год и является собой такой привет. Является собой такое замечательное собрание замечательных людей, позволю себе эту автологию, со всего света приезжающих, обсуждающих разнообразные вопросы. Что вы слышно? Сейчас, по-демограду, вообще. Знаете что, Елена Дмитриевна, вы все это и так знаете. А будете передавать? Хорошо. Так вот, значит, мы уже пятый год занимаемся организацией работы секции, которая называется «Цирк и уличный театр». Сначала это был просто, вообще, секция, которая называлась просто «Цирк», а потом мы плавненько так к нему присоединили к тому «Цирку и уличный театр», потому что мы очень любим это явление культурной жизни. общества, и очень любим, вообще, про это думать, разговаривать, сочинять что-то и так далее. Александр Иванович, как вы, быть может, знаете, вообще является тем человеком, который возродил уличный театр в нашем Отечестве в середине 80-х годов, после такого длительного довольно забления. И в этом году, в силу того, что страна в едином порыве празднует в 100-летие Цепольской революции, значит, тема форума была сформулирована таким образом, что, значит, искусство и революции, революция в искусстве. И мы подумали, что вот как раз этот самый момент и настал, когда мы можем поговорить об уличном театре, потому что уличный театр – это то самое явление искусства, которое самым острым образом реагирует на любые социальные изменения, а уж на революцию в искусстве. Поэтому вот, значит, секция наша, которая цирк и уличный театр, имеет три подсекции. Одна подсекция занимается цирком, и они обсуждают свои проблемы. Вторая подсекция будет заниматься нынче уличным театром. И третья подсекция – это… мне не надо, это вот кому-то, кто умеет… Это флешка. Это флешка. Значит, третья подсекция называется социал-цирк, которая работает на базе официал-цирка, вы, наверное, все знаете, такое замечательное место в вашем городе. И там, собирающиеся там люди, занимаются действительно очень болезненными, сложными и важными, на наоборот, вопросами, зачастую не столько художественно, сколько социально такого значимого уплачения. В этом году, к слову сказать, они будут заниматься, там будет идти разговор о том, как цирк и театр может существовать и помогать людям выходить из сложнейших ситуаций, то есть это театр в тюрьме и во всех заведениях закупывать ими. Потому что такая практика во всем мире существует, и эти методы оказываются очень действенными для реабилитации, как у людей, во время таких сложных жизненных обстоятельств. Значит, теперь кольчный театр. Почему порядок слов? Мы каждый год к форуму стараемся издавать что-нибудь. Ну, что-нибудь маленькое или не очень маленькое, потому что вот и цирк, и уличный театр совершенно не избалованы, как вы, наверное, догадываетесь, вообще какого бы то ни было рода литературы. Написано о цирке, даже о цирке, уж не говоря о бульсном театре, очень мало, качественных текстов еще меньше, про уличный театр вообще крупица. И вот мы каждый год с упорством маньяков чего-то такое немножечко издаем. К сожалению, эти издания делаются такими только для внутреннего пользования. Они издаются маленьким тиражом, потому что издаются на деньги форума, и мы не имеем права их продавать. Но это такой задел, который мы надеемся, что когда-нибудь мы превратим эти книжки в настоящие большие книжки, которые можно будет продавать и всяко-разно распространять. Вот это вот то, что мы нынче сделали, вот такой альбомчик или, не знаю, журнальчик. Здесь собраны материалы о наиболее ярких явлениях уличного искусства в нашем Отечестве, начиная с 20-х годов. Просто веке. 20-го века, да. Ну, 20-е годы этого еще не начались. То есть, дело в том, что сразу после революции 17-го года, Батрин Влачарский издал такой специальный указ, что вообще ничего важнее, чем праздники, народные гуляния, в культуре нашей нет. И он, надо сказать, следовал классикам французской революции, в частности, Робескьеров, да. Потому что те считали, что вот пропаганда посредством праздников и уличных массовых таких представлений, это самый действенный вид пропаганды, и именно им надо пользоваться. По этому поводу, сразу после революции в России, несмотря на гражданскую войну, несмотря на все те беды, которые в нашем Отечестве в этот момент были, создавались какие-то гигантские, невероятные, немыслимые по масштабу праздники. Прежде всего здесь, в Петербурге, но и в других городах. И вот история этих массовых представлений, театрализованных, в этой книжке собрана. Дальше эта традиция развивалась определенным образом в 60-е годы, когда праздновались всякие тоже советские праздники посредством массовых гуляний, или парадов, или тоже театрализованных представлений, очень масштабно. И вот в 80-е годы уже наступил какой-то новейший, видимо, этап в этом деле, который возглавил Слава, и который был связан с возрождением уже не просто праздника, как такого массового действия, а собственного уличного театра. И тогда, в конце 80-х годов, Слава организовал сначала первый фестиваль уличных театров, такой внутри союзный тогда еще, это был 87-й год, а потом в 89-м году случилось нечто, что потрясло, вот правда потрясло, в нашем Адге уж точно, но и мир тоже. Называлось это «Караван мира», это был фестиваль, который в течение шести месяцев передвигался на машинах от Москвы, через Питер и через всю Европу. И вот о нем-то, собственно, сегодня и пойдет речь. Вот какая тема. Вот как я долго так все вам рассказывала, но мне бы хотелось, чтобы вы просто понимали, почему мы, вот руководители этого замечательного места, попросили нас прийти и рассказать вам что-то про то, чем мы будем заниматься на форуме. Я так прежде, чем передам слово «Славе». Не дождитесь, надо продолжать. Я хочу сказать, что мы будем работать в доме актера на Невском. Вот у нас свободный, и там три самерзал. Вот не надо так толкаться. И там столько фильмов и рассказов. С завтрашнего дня, значит, завтра с трех до шести, с семнадцатого с одиннадцати утра опять до шести, нет, завтра даже с трех до девяти. С семнадцатого с одиннадцати до шести, и восемнадцатого с десяти утра, там потом будет небольшая пауза, и вечером мы опять будем показывать всякие все. Вот это я, пыталась вам рассказать. Теперь становится очень ожидающим. А дальше я не могу пройти? Да, мы идем сюда. А теперь надо, может, прорезать, правда. Хорошо, хорошо. Ну так же, говорят, невозможно. Да. Говорят, специально, сделаем так. Вот так. Вот, теперь все. Слава, говорим. Значит, там, вот в этой книжке первая глава посвящена как сделали праздники прекрасные во время, сразу после революции. Я в то время не успел. Значит, мне пришлось только в восьмидесятые годы к этому прицепиться. Значит, сначала мы везде, где попало, выступали, и нам было все равно, где, поэтому на кухне, на кухне, значит, на полянке, на полянке, коровники или где. Как только видим народ, мы тут же туда, раз, и выступаем. Вот, Ольга, не доставляет, правда? Ольга тоже выступала, если знаю. Слава. Ау. Агады. Оу. Джон. Джон, тебе Маша может перевести. Видишь, Джона? Джон, мой партнер по карману мира, он, значит, свалился из Франции, значит, приехал, тоже вот к нашему событию, и он такой вот странный человек, который где-то там в своей деревне сидит, но время от времени переворачивает пол Европы в сторону культуры. Джон, здесь там все, партнер? Снимай, снимай, старик. Значит, первая ситуация была, значит, ну, во-первых, как же их к этому пришли? Сначала лицедей, что-то там попробовали там, попробовали тут, и у них это очень удачно получилось, на стадионах стали выступать, на 30, на 50, на 100 тысяч человек, значит, там какие-то фантастические, нереальные совершенно делали праздники, и решили, что нужно как-то приблизиться больше к этому пониманию, что же это за такой театр на улице. Я поехал в Польшу, случайно увидел там, услышал о том, что существует такое место, которое называется фестиваль уличных театров в какой-то деревне, и поехал туда, и там оказалась Алина Абиняк, она была соратницей Гротовского, значит, во все, во все эти самые главные периоды, когда становилась эта школа Гротовского, а потом вот создала свое местечко, значит, в небольшой деревне, где-то в Польшу, и собрал там уличный театр, и со всего мира к ней туда приезжают просто все лучшие актеры, театры, и по всем деревням вокруг выступали. Приехал, посмотрел, что они там делают, один год, второй год, третий, и просто начал туда ездить, как на работу. Камера, начал записывать книжка, и все, все, каждый сантиметр все записывалось, записывалось. Потом мы вернулись, когда в Питер, значит, это сама после каких-то гастролей, засели, значит, на несколько месяцев, начали все это изучать, изучили так сильно, что в следующий раз приехали и получили, как бы, такое очень, значит, Маш, ты хоть перевела бы, Джонс, сидит, да, все. Да он знает это все уже. Это сама. Ну вот, и, значит, сделали первый спектакль. Значит, первый спектакль сделали, и сразу как-то у нас удачно получилось, потому что мы случайно заехали в Киев, а там был Чернобыль в это время. Значит, мы, конечно, во всем этом оказались, и, значит, увидели всю эту ситуацию, и, значит, после этого мы сделали спектакль, который потом назвали «Катастрофа», по всем лучшим фестивалям Европы, прокатился везде, был принят просто с огромным интересом, и это были наши, как бы, такие первые пробы. В общем, мы пробовали себя вообще разобраться, что такое уличный театр, зачем он нужен, почему он так существует, и каким путем он вообще, что это за дух такой, почему улица и театр вдруг стали единым целым. И бегали мы, прыгали, наделали какие-то спектакли, ну, приедем куда-нибудь там в Анапу, тут же делаем спектакль «Кровь светлый путешествие по фонтану». Значит, отправляемся, значит, обращаемся, значит, крокодилы, там, ну, очень сложные отношения, значит, девятый вал, вся публика мокрая, значит, все вместе, ну, тонем, спасаем друг друга, или что-нибудь такое, ну, в общем, все время мы превращали, как бы, жизнь города в какую-то нереальную историю, фантастические приключения и так далее. И потом, значит, чего-то в одном месте мы были, где-то вот опять у обедняка, с каким-то замечательным парнем, тоже, кстати, приедем на фестиваль, в этот раз на форум, значит, сидели, пиво пили и говорили, а вот бы как в старину комедианты на кибицах, через всю Европу, без границ этих самых, и, а потом подумали, а чего нет, давайте попробуем. И, значит, задумали эту историю, начали искать, искать друзей, вот нашли зону, нашли, значит, по всем странам Европы нашли каких-то партнеров, которые тоже мечтали о том же самом. Был театр, который назывался «Футсборн», и он жил на колесах, то есть у них там десяток автомобилей, таких автобусов, где и школы, и дети, и театры, и вся жизнь вот таким способом, и они колесили, то живут в Англии, то во Франции, то путешествуют где-то, по всем углам. И нам так понравилась их, эта школа существования, и мы, и мы, значит, понемножечку у них учились, и вместе начали сочинять, как бы нам такое сделать, чтобы, значит, собрать со всей Европы, со всех стран, с самой лучшей театрой уличной, вместе, в один огромный караван, в огромную команду, в атагу, значит, театральную. И это у нас получилось. Мы собрали десяток театров, и восточных, и западных, которые в эту авантюру поверили, и которые начали свою жизнь отдавать, и несколько лет жизни посвятили. Сумасшедшим способом достали деньги, это, конечно, просто нереальная вообще история, но я могу рассказать пару анекдотов, нет? Ну, потому что это, поверить, невозможно, это все выглядит просто как нереальное существо, это самое, ну, например, как, значит, достать два десятка автомобилей, значит, для каравана. Ну, значит, мы тогда спрашиваем, где, говорят, там, министерские, а кто занимается автомобилями? А, как, министерство автомобилей, автомобилестроение. А это что такое, где, например, ну, говорит, это вот есть группа культуры, АЗЛК, там вообще они не собираются, но у них раз в год будет совещание. Мы звоним директору театра и говорим, ну, мы вам бесплатный лицедейский спектакль, а вы нам пять минут разговора с министром автомобильного транспорта. Сделаем искупление, получаем пять минут разговора, он рост открывает, не верит, что мы говорим, но подставляем собрать совещание. Всех директоров заводов автомобильных России собирает на совещание, и я здесь им лапшу о том, как замечательно будет, когда наши, все наши замечательные машины поедут в Европу вообще, и на всех будет написано реклама, и на всех страницах, первых страницах газет, «Юмани-Тэ», «Диманш» и так далее будет, а в России, и так далее, невозможно такое. Я говорю, ну, вот гарантия, сто процентов, значит, вот что хотите, мы вам за это гарантируем. Ну, поверили нам, значит, и дали нам, сколько вам чего, я говорю, пять автомобилей легковых, значит, это «Москвич», значит, восемь автомобилей, это «Экразов», «Камазов», «Муни-Тазов», значит, выписали, это нам важно и нужно вот столько. Нам тут же выписали, и мы получили вот этот весь автомобильный транспорт, и надо сказать, мы все выполнили, и потом перевернули обратно, побитое все, но мы выполнили полностью все свои обязательства, во всех газетах, на первых страницах, везде была реклама этих автомобилей и так далее. И, значит, ну, взяли мы, имеем десяток машин автомобилей, значит, никто не умеет водить. Мы живем лицедеем, значит, я три дня, три ночи, тот, кто научится водить, поедет со мной в Европу. За три дня и три ночи все научились водить, правда, потом в тех кюветах, тогда мы все жили. Как-то, значит, выдержали 6 месяцев, похитрились и так далее. А что, надо же где-то жить, а говорят, есть на Западе, говорят, такие прицепы, типа называется «Караван», что вдруг можно жить. Ну, быстро узнаем, где ближайший такой завод, в Юрославии. Звоним на завод Юрославии, говорим, «Ну, вам что нужно?» «Нет, вы нам звоните, что вам нужно?» «Да нет, что вам нужно для вашего завода?» «Самое главное, чугун». «Сколько нужно чугуна, чтобы 10, 10 моих прицепов?» «Нужен вагон чугуна». «Хорошо, где у нас чугун?» «В какой-то город». «Череповец». «Поехали, череповец». «Желтый полец, нам нужен вагон чугуна». «А вы что такие?» «Безплатно, вот для вас концерт». «О, давайте, проходите». «Я выступаю вагон чугуна, проявляю, славу, присылаю, где же появится». «И вот, будем все на машинах, прицепами». «Это вот такие вот сказки, три года жизни сказки произошли, потому что вот каким-то путем, черт-звизна что-ли на нами какая-то была, правильно, все получилось. И вот мы уже делимся театр там вместе, пять театров с Запада, пять театров с Востокова, на все, на каких-то там колымажах, на каких-то прицепах. И уже трактим, значит, то начинаем в Москве, то в Питере, в официальном, вообще весь цепоко, «Не пройти, не проехать». И поехали по каравану и удивительным способом прошли через всю Европу, через все столицы. Нам дали самые лучшие места в Берлине, прямо от самых Баранбургских ворот стояли все наши эти самые Шапитоа, там пять наших огромных Шапитоа и так далее. Тюрлиссад в Париже мы заняли своими, с кострами, пеленками, детьми. И это у нас праздник революции как раз, в Париже заодно. Ну и международные революции заодно выступили, значит, в Париже и так далее. И вот как-то все вот так было. И самое смешное, что параллельно еще какая-то социально-политическая жизнь в Европе. Там что-то происходят, взрывы, шумы, гаммы, что-то, перестройка, габл там, это самое, как называется, в Кольце. Валяемся. И главное, везде мы. Только мы, ну, не сонемся, там мы говорим, так, мы приглашаем такой-то театр, значит, из Чехии, чтобы с нами поехал. А они говорят, а там же это Галвал, ой, его в тюрьму посадили. Мы говорим, как? Он завалит же этого театра, как же он, он же должен поехать, он написал, что будет поехать. Тогда, говорит, наша группа театров, значит, говорит, давайте сделаем выступление, заработаем денег, заплатим юристам, сделали выступление, заплатили юристов, те вытащили его из тюрьмы. И он взял и войдет все тут же в тюрьму. То же самое, где он в Польше, там, Васлый Галвал пришел со всеми своими на площади и сидит у нас на спектакле. То есть что-то такое нереальное, вот клубок какой-то катился по Европе. Поцелаем письмо в западное берлинное восточное. Сделайте, пожалуйста, возможность, мы выступаем в восточном берлинное, в середине спектакля, проходим через Брандегудские ворота все вместе, а потом выступаем в западном. Нам, западники, конечно, замечательная идея в восточнике нет, это невозможно никогда. Через несколько месяцев нам звонят из западного берлина, препятствию стране новых приезжать и выступать. Поварилась стена. То есть вот это вот какое-то нереальное, фантастическое, клубок событий в жизни и мысли этого. И как-то за всем участвуем. И вот этот селенький своим этим самым носом клеен. И это все это самый мощнейший человек, который хитрился вот это все финансы, все политические решения в этой Европе протолкнуть, чтобы мы могли оказаться на этой дороге. К десяти театрам, которые организовали это все, еще во время нашего движения прилипились еще 60 театров. Они жили вокруг этого всего нашего лагеря, в этой Европе. И вот это небольшой книжечка, потом мы сделаем потолще. Хоть что-то останется. Ну давайте, если у кого-то есть какие-то вопросы, можно немножечко ответить? Сказать-то нечего. Я чуть-чуть, наверное, где-то потерялся. Хотел спросить, когда следующий караван? Такие вещи, они происходят один раз, потому что они выплывают из той жизни, которая ее формирует, эти идеи. У новой жизни другие идеи, они должны по-другому быть. А есть планы, цели такие? Планы сколько хочешь, только они все время все нарушаются другими планами, но тут же выскакивали. В эту сторону, наверное, нет. Уже то, что мы сейчас сделаем, уже последние мои проекты, они связаны даже на основе уличного театра, но что-то другое. Я называю это, даже не знаю, как я называю это. Это соединение жизни, искусства и природы как единое целое. То есть то, что сделал когда-то Евреинов, сказал, что вот, ребята, давайте реализуем жизнь после революции. Мне очень понравилось, и я решил туда немножко отправиться. Сделал лабораторию, где мы проводим вот эти все опыты уже много лет, уже про десяток лет. И там у нас большие успехи, получается, и вот мы экспериментируем. как будут люди жить в будущем. Как у них? Оказывается, мы так придумаем, мы считаем, что это будет так. Человек все меньше и меньше любуется произведениями искусства со стороны. Он все больше и больше становится произведением искусства. То есть, вот режиссеры, всякие художники, музыканты понаучили обычных людей об неожиданным способом влиять или что ли, взаимодействовать с реальностью. То есть, уже панки ходят уже прекрасно делать прически театральные, там это самое, люди в политике каким-то эффектными способами применяют театральными, даже, ну, что бы ты, куда бы ты сейчас несунулась, ты видишь, как даже в рекламе и так далее, все время элементами искусства пользуются люди в обычной жизни. И это все больше и больше становится. И в конце концов это станет как бы таким способом, то, что мы как раз там исследуем. Формула, которую я думаю будет существовать, называется так, сделать свою жизнь, как ты делаешь произведение искусства. То есть, каждый твой шаг, каждое твое проявление, ты становишься режиссером своего момента жизни. И используешь для этого знания, умения, тысячелетия всех этих великих-великих художников, режиссеров и так далее. И вот как раз в этом нашей лаборатории мы уже показывали несколько десятков таких событий. Последний раз, вот в месяц назад, мы просто облинились и вообще не стали ничего делать, просто открыли ворота в лабораторию. Присло тысячу человек и все сами сделали. Мы им только сказали, как дурак, название этого события, как дурак. Вот все пришли как дураки, вели себя как дураки. И вообще праздник был настолько дурацкий. Мы получили огромное удовольствие и публику уже практически ее нельзя назвать публикой. Она и есть те самые артисты, которые делаются в УЗИ. Поэтому это вот где мы сейчас находимся. Это совсем другую вроде сторону, но все равно все взято оттуда. То есть мы накопили из уличного театра и других наших лабораторий, мы накопили какие-то идеи и теперь мы через них проявляемся и ищем возможность подсказать другим, куда можно отбежать. И можете еще посмотреть мою лекцию наверно на ТЭДе, может быть кто-то знает, есть в интернете такая самая формулка, это ТЭД. И я последний раз там сделал лекцию как быть счастливым. То есть я просто знаю точно как быть счастливым. И в этой лекции очень конкретно рассказал 72 правила выполняй, которые кажется, но это счастливым. И правила очень простые. Это два правила для начала, которые вы делаете и сразу все начинается. Значит, делайте только то, от чего внутри цинкви. Делайте только с теми, кого хотите обнять. И еще 70 правил, и все полный порядок. И еще 70 правил, и потом есть если на Катеринс вопрос, давайте. А можно вот я вот хотел подарок сделать. У меня есть такой необычный зонтик. Он стоит. И вот когда ну чтобы всегда было солнышко, личное, да, личное, постоянное солнышко, да. А здесь вот такое а там как бы внешнее главное что у нас. Он еще не простой, он умный. Можешь поставить и пойти дальше. Вот вот такой вот хочу подарок вручить. И сфотографировать наше прекрасное зонтик. А кто хотел? А вот такая я Иван сам. И я учусь быть дурачком. Соответствовать своему имени. Иван еще дурачком. Пока дурачком. Потом уже академик. Академиком так. Спасибо тебе большое. Очень благодарю. дурачком. Академик. Академик. есть. Дети есть. Но все равно что? Квартала нет. Квартала нет. Дети есть. Все есть. Глядя на вас кажется вообще все возможно и я знаю что все возможно. Может вы что-нибудь посоветуете золотое слово. Все же с детей все равно начинаете. Ну ты с Ларисой вупсел знакомы нет? Я бывала там знакомы не знакомы Давайте познакомлю. Вы вдвоем свернете город. Давай Да. Два квартала сделать. Не правда Лариса умеет это делать поэтому она такие замечательные идеи с удовольствием в них вписывается и мало нет вупсел чего-то потому что как бы наше представительство в Питере теперь в Питере в Питере можно после встречи подойти хорошо подумаем как Молодец она придет на занятия нет она у нее своя но это временно в Курсе ездит но все равно где-то у нас пенсион пересечения вот все из одной места идет канал я хочу спросить а вот во Францию очень затратно ездить для обучения как вот для начинающего здесь вот более как бы мастер-классы как-то проходить это нехорошо ну как бы обман какой-то а вот чтобы церковую деятельность в сферу клоунатства куда бы лучше сходить чтобы для начинающего клоуна вопрос понятный когда-то это было наверное в годы 70-е середочка наверное я съездил случайно на гастроли в Париж в 70-м году и познакомился с великой школой школа Жак-Лейкока была в Париже в самой силе своей и получил приглашение и потом 10 лет пытался туда доехать пошел к Аркаде Райкину он как мне был как папа по искусству я попросил его помоги мне он пошел дал мне записочку к помощнику министра культуры я запишу что за него значит вот там вот Аркадь Райкин это самое ходатайствует мало ли вдруг есть возможность не получилось в конце концов долго это продолжалось через 10 лет я все-таки добился своего я пригласил Джакли Кока сюда и Джакли Кока приехал в нашу студию и преподавал в Леседии значит пока вот у тебя значит сложности потому что сейчас трудно с педапидой преподаванием значит вот пока две-три школы существует значит вот одна Джакли Кок все-таки хоть и умер но школа его существует там достаток и приличной педагогии очень профессиональная теперь мы еще с Джанг Эдвардом открыли на Мельнице в Париже еще одну школу дураков но да она пока сложновата не каждый может туда попасть и будем надеяться но не знаю это очень сложно я всю жизнь мечтал у кого-нибудь поучиться и так мне не удалось прямых школ никогда я не смог найти как детеру я мог бы окончить поэтому пришлось через телевизор через кино через книжки у меня пришлось собрать огромную лучшую библиотеку прокладывала вообще собрать все фильмы изучать изучать как самому у тебя остается пока вариант самообразования чтобы стать очень хорошим для меня знаете вы учили один зончик есть еще такой маленький есть еще был один дарит это по-моему было в школе но ты это скажешь он не знаю что вы в школе дарит что вы желтенький пожар вы желтенький пожар вы желтенький пожар ну что вы такие Да, по сути, это любовь. Сколько отдашь любви, столько получишь. Вот сколько в тебе есть любви, на сколько ты талантливаешь? Ну, сейчас, может быть, караван, конечно, нельзя, помимо. Но фестивали же случаются, то тут, то там. Но в интернете очень много информации, иногда сложно отсутствовать. Есть ли несколько названий? Фестиваль «Диньбол» можно перечислить? Ну да, в наш век самое ценное – это гиды, наверное, потому что информации просто бесконечное количество. И нужно человеку это доверяя, скажет вот это, вот это и вот это. Потому что 99% – это, конечно, за гранью реальность. Они только двигаются в ту сторону, куда хотят. Но реальность еще не получили. Ну как, фестивали, я тут, правда, уже пересмотрел. Не, ну эти как были всегда. В общем, как были всегда. Чеховский великолепен просто, великолепен. Лучше него нет в России ничего. Поэтому можно получить вообще возможность увидеть все лучшее, что в мире существует. Конечно, авиньоны и Динбург я обожаю. Я просто, как приезжаю в Динбург, и ты просто тонешь в этом бесконечно 20 тысяч спектаклей за 3 недели, ты можешь посмотреть, только если успеешь. Ну это просто нереально. Каждый за угол просто выступает. А, Бурнинмен. Бурнинмен мой любимый. Вот его театр. Бурнинмен как раз занимается тем, что я сейчас занимаюсь уже много лет. Это как раз жизнь театра. То есть создавать свою жизнь, а не тем не спектакль. И поэтому Бурнинмен как раз место, где нет выступающих и смотрящих. Там только участники. Там не существует туристов. Они специально забрались в самое дурное место в мире, где просто невозможно выжить, потому что ни воды, ни травы, ничего. Абсолютно просто пустыня, все замотаны этими самыми плотками, только чтобы туристы не ездили и не мешали им жить на свете. И поэтому туда собирается до, не знаю сколько, до 100 тысяч человек, около этого, на 3 недели, на неделю, и живут тем, что, я не знаю, дарят себя друг другу другу. Ну то есть там вообще закон, стою шутером и сделать что-нибудь для другого. И это просто вот закон, такая книжка выпускается на каждый день. Что ты можешь получить от всех тех, кто здесь находится, которые ждут тебя в гости. Беспланы, все, вообще денег нет. Все, все, что хочешь, везде для тебя, пожалуйста. Это просто удивительное место, такое идеальное общество будущего. Много раз было, и я просто обожаю это место. Просто очень похоже на то, что мы занимаемся, и это замечательно. Еще есть такое уже близкое, немножко, как я не знаю, странное. Раз в 12 лет, значит, на берегу Ганга, значит, собрается 10 миллионов йогов. И, значит, каждый летает, закапливает себе и так далее. И там можно получить дорогу без смерти. Вот мы собираем, у меня есть Академия Дураков, такая организация всемирная, где собираем самых великих дураков. Мы время от времени вот собираемся в пста или идите куда-нибудь на Ганг или еще куда-нибудь. Где-то вот в этом, а в чем сейчас было всяких этих сумасшедших. Кстати, у вас сейчас заседание. Опять? Академия Дураков. Хорошо, смотри, они немножечко разогрелись. Я хочу продолжить тему подарков. А где зонтик? А я не зонтик. Ну, она с желтеньким. Вот желтенький. И желтенький телефон. Все желтенький телефон. Телефон мы тоже возьмем. Якубович. Пришел, дари подарок. Хорошая традиция. Якубовичу, спасибо. Я хочу видеть историю вообще с Беларуси, с Минска. И в прошлом году я впервые попала на форум. Приехала сюда с целью, потому что я пишу диссертацию по клоунаде. И мне негде брать было материал, черпать его. И вот Наталья и Слава мне за этот год очень помогли библиография. Спасибо большое. И Мария. Кстати, мы выпустили книжку, называется 139 книг, но должен прочесть каждый дурак. Так что тот, кто хочет отправиться в ту сторону, нужно прочистить сначала эти 139 книг, потом подать заявление на это самое, знаете, в академию браков. Мы тогда расскажем еще про лет на акции. Да. И вот вы мне очень помогли за этот год. Диссертация написана, она здесь будет защищена. И я хочу вам вот такой подарок. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. А, и... Я думаю, надо открыть зонд. А, чтобы зонд? Который из них? Ну, ладно, что ещё можно распускать пузырь, а Лёнах может... Ты не затеняй тут, ну всё, прости. Да, давайте Hopkins. Здавайте мне ваши телефоны. Все передатели собрались. Все подкипы. Понятно? Всё. Всё. А можно, пожалуйста, попробуйте? Ну, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Ну, думаю, без формы. А, значит, меня, в принципе, дети на улице останавливаются, стараются у Деда Мороза подарки иметь. Поэтому я в кармане всегда конфеты нашу. Так что я совещал, совместивая с работой Деда Мороза, кстати, открывал елку в Лондоне, самую большую елку в Лондоне. Мы хотим рассказывать про академию броков, и, безусловно, это, вот вы еще рассказывали, что вы стараетесь создать маленькое пространство, которое начинаете потом, то есть маленький оазис, который начинает расширять. Безусловно, дурак — это счастливый человек просто сам по себе, сам от природы. И вот есть ли, кроме ваших встреч в Санкт-Петербурге, места, где можно побывать, пообщаться и прийти вот с вашими дураками и подключиться? Представительство наше сейчас в Петербурге — это Упсал-Цирк, поэтому можно через Упсал-Цирк все сведения получать. А пока вот мы приехали специально ради форума. Мы сюда в Питер, теперь приезжаем, как только есть возможность что-то такое реальное сдвинуть место или сделать это. Как только возникает коронавирус, мы тут не очень-то помним. Сейчас мы готовим огромную выставку в Москве, строим будет месяца три в Музее Москвы. Значит, там 80 наших проектов. Каждый проект по 100 метров квадратный будет занимать. То есть это такая огромная выставка. Дураки-то вообще сильно не думают. Вот как получается, так и есть. Поэтому чувствовать, что им хорошо, и они дураки. У нас это недостаточно научный, и поэтому хорошо. Мы не мы не научный. У нас очень научный. Это научная часть нашей Калины. Я научную часть, я выражаю. Замы научной части вы выражаете. Мы согласны. Саша, извини, Козы. Снежный шоу в Петербург. Сейчас скажу числа. В следующем году нет только в Москве, но зато самые брыдкие могут сбегать в Таллинн, Рига, «Вильнюс». Это спектакль называется «Снежная симфония». С симфоническим оркестром. Едон Трэммер, дает всей главной партии. Мы объединились в единую команду. И у нас фантастический спектакль. Когда? 25-го. Слушайте. Нет, неправильно. 24-го в Вильнюсе. Января. Января. 27-го в Таллине. 30-го, 31-го в Риге. Января. Января. У нас есть на нашем фейсбуке эти встречи. Ну, осторожно, уже финны почти все скупили. Они скупили уже все в Таллине, и сейчас приступили к Финну. Это вообще опасно. Кстати, какая-то тетенька, замминистра культуры финнов всех, приходит к нам завтра на... Неожиданно. За билетами. Да, но в Москве тоже будет неделю. В Москве с 14-го, здесь 15-го февраля. Ну, полтавца. И будет также по всей России, Казань, Казань, что там еще? Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Уфа. Кому туда далеко, то по Англии есть тур, по Франции, тур и по Италии. Еще поменьше, кита. Аркти? Я выступаю иногда, когда есть настроение. Вообще-то я уже давно на пенсии, но время времени хочется повыступать, поэтому я... А у вас для дураков бывают пенсии? Конечно. Сам следозначающий живет на нее. Вообще, дураки сразу на пенсии. Кто-то узнал, что он дурак, а у меня. Кто такой дурак? Это пенсионер. Сам следозначен, все выплатил. Скажите, откуда вы все уберете? Столько красиво, Россия. Мудрец, природа, друзья, вино. Книги лучше. Это все надо успеть каждый день. Я в жизни. А вот книги, где их можно покупать? Потому что, ну, как бы, вот в магазинах не так просто. У меня вот несколько есть, а вообще... У нас Мудрец взяла обязательство в нашем сайте, наконец-то сообщить о том, где чего. Только по-английски, потому что... А по-русски? Ну, хотя бы по-английски. Ну, хоть что. Русский, я здесь... Значит, только что мы выпустили вот эту книжку... Сейчас мы ее найдем. Которую по-русски. Если подправить, там шамадан? Есть. Может быть, вот тут вы имеете книжку на русском, а мы только что выпустили на английском, сейчас выйдет даже на японском. Ну, малый коммуник. Потом, может, слово на русском. Можете купить перевески. Маша! Нет. Это, кстати, еще одна выставка. А это вот есть. Это еще тоже. У нас таких есть 7 штук. Это за 20 лет, это собранный за 20 лет, все лучше вторая река, Ерису. А это история с Нижнего Шоу на английском. Это ваша, это ее, да. Она с ней, думаю, уже сидит. В этом классе мы еще с Наташкой наконец подняли на грудь трубки в необыкновенной величины. Называется, в принципе, Конгресс Дуракуно, это антология всей мировой современной клоунары. То есть это вот такой толщиной. Мы взяли вот обязательства, мы вот сейчас это выпустили, сейчас следующий год. Вот это она. А это самая любимая книжка, кто не видел, по-моему, достать уже невозможно, но я в интернете. Возможно, 300 евро уже стоит в этом интернете. Ну, мы Наташи опять возьмем обязательства, опять выпустим, правда? Мы любим эти обязательства, страшно. Это очень красивая книжка. Еще здесь осталось немножко. Удивительно. Знаете, что-то художника, значит, это и делал практически. Володя Мишуков, что-то на какой-нибудь красивом отрести. Ну, сумасшедший. Просто его фотографии, сумасшедшую красоту. Что еще вам будем рассказать? Можно гостя? Подожди, ты каждый вопрос. В гости, можно заходить? Куда? Сейчас, я говорю, вот я только что пришел от Мисс Семякина, напротив. Мисс Семякина, фон потрясающей красоты. Вот, хотите, обязательно. У меня теперь центр открылся. Там очень-очень много. У меня пока здесь ничего не открылось. Вот в Москве вот откроется. Куда еще сказать? Ну, вот, пока странствующий артист. Вот, ну, приходите на форум. На форум, кстати, вот сейчас три дня, три дня и три ночи, ночью мы гуляем. Завтра с трех часов, приходите. А где это? А где это? А где это? А где это? Как называется? На фейсбуке есть информация? Угол, угол Литейного и Невского? Ну, это, Дом Актеровых, Невский 86. А даже регистрация? Нет, совершенно не обязательно. Там свободно. И огромный зал. Да, мы пускаем всех. Там большой зал, и видео, и письма. Сейчас, девчонки, сейчас кто-то что-то спрашивает. Да. Почему в фильме, в художественном театре было так много страшного? Да, наверное, наверное. Разве? Я же не смеялся страшного. Не, наверное, и то, и другое. Я согласен. Там этого хватало. Ну, я, в принципе, видите, в моей спектакле мало страшного. Но плюс то есть. Но плюс то есть. Ну, я специально не показываю эти два страшных спектакля. Пойдем. Остальные у меня грустные есть. Но страшных мало. Я сам пойду. Пойдемте, пожалуйста, про организацию пространства для дураков. Есть вот проблемы в корпорациях, что довольно-таки жесткие вещи. Хотим сделать офис дураков или долбанутый офис? Долбанутый. Ну да, вот у меня есть школа такая грязь. Называется «Цветная неделька». Значит, время от времени я ее делаю. Вот те, кто как раз вот этим интересуется, можно туда попробовать попасть. Значит, там как раз, как сделать каждый свой шаг особенный. Как творчество в этой жизни, как не повторять себя, других и так далее. И вот там, как раз, эти вещи рассказываются. Нужно сначала преобразить хотя бы себя. Ну, прическу изменить, там, я не знаю, там, усы подпрутить, там, костюмчик одежливого цвета, это самое. Потом, как преобразить окружающее пространство, перекрасить, переделать форму и так далее, так далее. Потом, как, ну, то есть ты начинаешь со своей точки, и потом начинаешь медленно раздвигаться. И ты, это получается, что ты увеличиваешь свое пространство, ты увеличиваешься. Сначала до размера комнаты, потом до размера двора, потом до размера района, потом до размера города и так далее. То есть кто насколько в состоянии. Вот это как раз преображение изнутри начинающегося, то есть ты начинаешь, потом действие свои начинаешь преображать и так далее. Вот нужно попробовать попасть в эту школу, где как раз мы целую неделю, с утра до ночи учимся, Вот шаг, как сделать творческий, как поесть творческий, каждое движение своё происходит, чтобы не сделать типичным, не сделать привычным и не сделать таким, каким ты уже видел. К сожалению, пока в Париже. А знаешь, добраться до Парижа намного дешевле, чем до Урала. А где в Париже? Моя компания называется «Желтая Мельница». Это фантастическое место, где всё это происходит. Вот эта деревня под Парижем. Ну, пока никто меня сюда не приглашал и ничего такого. Мы вас предпочли. Вы заедете? Да, где-то место. Я должен туда вложить в своё сердце. Пишите, Полтавченко, письмо. Пишите письмо. А примерно какое должно быть? Нет, нет. В эту школу, чтобы основать, какой семейный участок должен быть квадратный? Нет, начнём, чтобы достаточно вот такая комната, а потом же сидеть. А приезжайте в гости к Чудодеям, приходите. Там будет пространство. Я тебе скажу, Мельница, ну в чём дело? Я столько десятков, наверное, пространств отживлял, а потом получал подзад карьеры. Вы же не владеете этим местом, и вы не в состоянии регулировать будущее. Я уже давно понял, что никогда нельзя вкладываться в то, что временно. Потому что оно... Ты сейчас сколько накопишь туда энергии, а потом эта энергия опять тут заберёт, и она опять с нуля начинает. Я ей много раз начну, поэтому это невозможно. А там не с нуля, там вот эту школу, может быть, можно как гастрольную школу. Гастрольную? 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 Гастрольную мне уже. Ну это понятно. А как только к тебе приезжаю, я должен потратить год жизни. Я же не могу просто так. Я должен каждый сантиметр там выделать. А это значит жизнь. Ты отдаёшь жизнь этому месту. Это не просто. А ещё хотела спросить, вот караван мира, можно ли его где-то посмотреть, показать, чтобы всем? Ну, приходите все вместе в... Да, смотрите, завтра в 7 часов. Мы показываем в 7 часов в доме актёра. Уже будем не разговаривать, а показывать фильмы о караване, не один, а несколько, и о лицедейских опытах прежних времён, до караванских ещё. В общем, вот завтра такой вечер. Спасибо. Спасибо. Вы когда что-то можете... Ну, что-то... Ну, пожелания... Когда в семье ещё маленький ребёнок, то он ещё только растёт. Какие-то пожелания у вас есть? Хорошо. Вот в этом месте я, как бы, пас. У меня Белка ответит уже за воспитание в подрастающем поколении, поэтому, может быть, не обратись. Она прекрасно воспитала наших детей, и я думаю, что она знает, как это делать. Мне кажется, детям важно не мешать расти. А как часто вы встречаетесь с лицидеями с первыми? Ну, вот раз в год, наверное, потому что мы же редко здесь бываем. А с кем? Со всеми. Со всеми. Вот Ольга сидит. Антоша прилетел. Антоша прилетел, сейчас придёт. А папа у меня постоянно прилетает ко мне на гастроли. Коля постоянно прилетает. Серёжа Шашлин вернулся, теперь сама опять работает. Сейчас всё время… А кто-то профессионально занимается вашим архивом? Это как фото-архивом, документально. Горшее слово, очень хорошее. Я постоянно ищу таких людей, которые бы могли… Вот Ольга меня бросила, значит, Ольга мне… А раньше она, это самое, на себе несла огромную тяжесть информации. Вот, сейчас вот я по чуть-чуть, то там, то тут, но это огромнейшее просто количество… Ну, лучшая, наверное, библиотека по плаву на 100%. В мире навряд ли есть что-то рядом. И по видео, и по книгам и так далее. Нет, мы ищем архивальность. Ищем. И мечтаем. Мы мечтаем. Когда вы только начинали, как вы управлялись командой? Вдохновлял. Вдохновлял. Как только что-то интересное придумаю, других вдохновлял, и они за мной шли и вместе шли. Они очень разные. Да, но когда ты такие интересные вещи рассказываешь, что можно сделать, все с удовольствием в это влизали. Вдохновлял, и по субботам только. Ха-ха-ха. Я любит тебя, папа. Да нет, понятно, что вот когда у меня была лицидейская команда, то главное было внимательно смотреть за развитием каждого. Если каждому дается опрос, куда он может развиваться, тогда и человеку узнает. А как вы определяли размеры? Как? Как? Селочек. Сердце есть. Да, да. Селочек. Ну, универсального-то способа нет. Универсальный способ. Потому что все очень разные, и ты можешь наблюдать всех. А как вы находили потенциал? Как вы найдете потенциал? Ну, в год посмотришь, там сотни, несколько сотен человек, оставишь сейчас 10-5. Там в команде через месяц оставишь из этих детей три. А потом в конце года, если один остается, удача. Вот период лета прошел, нашел ученого человека. И так зашли на 15 лет. Какой вопрос? В начале было слово. Какого слова у вас все началось? Я думаю, что перевод не точит. Я серьезно говорю. Это не так. Это неправильный перевод. В начале было слово. Там другое. Там не нашли равного в русском языке выражения, что в этом месте означает радость. Тогда по-другому. С чего все начиналось? С любви, наверное. Там радость. Наверное, так. Они между собой все равно спорят, что главное. Еще один вопрос. Много людей не поместилось. А есть у вас либо у Академии дураков какие-то средства, массовые информации, которые регулярно выходят? Дураки все время об этом мечтают. Ну, ленится. Ну, ленится. У нас есть замечательная дама. Зовут ее, значит, Бурка. Это самая. И она уже три года трудится над этим проектом. И обещала мне, что в этом году он появится на свет. Потому что мы все знаем, что мы хотим сказать. Ну, это же нужно все написать. Красиво в форме и так далее. Ну, мы стараемся. Значит, появится тоткий сайт. В этом году он называется Академия дураков. Где все-все глубины и сироты этого смысла. Но на уровне газет ежедневных. А вы что, газеты видели? Знаете, у нас видеоблоги, инстаграм и так далее. Когда кто-нибудь все-таки ответит. Мы выслали уже год назад во всех интернетах. Что мы ищем, во-первых, человеку будет писать это. А во-вторых, человеку будет это все привлечь. В этом году мы ждем. Мы ждем. Желтая медица. Там все наши эти самая почты и так далее. Мы очень много там еще делаем. И все время об этом сообщаем и получаем. Кстати, есть еще Снежный Шоу, наверное, какой-то сайт. Как называется? Слабостнаушоу.com Ну, недавно приятель Дмитрий Черепков ездил там, в Париж. Мы собираемся к нему гостем. Очень впечатлены его работой. Нам очень интересно. Тоже на пути к академикам. У меня такой маленький стойный вопрос. К семье было сказано, что вы делали в этом караване, вы делали эксперт. Вы это как-то отбирали на папе? Такую культуру, я не знаю. Понятно. Ну, там я думаю, что он иносказательно это сказал. Это был Горацио Чехтак. Он говорил, что искусство должно быть таким же простым и нужным, как хлеб. То есть, чтобы оно не превращалось в какую-то там это самое... Ну, просто вот дайте мне хлеб и кусок. Дайте мне кусок искусства. И без него мне голод. И так далее. То есть, об этом разговор. Но, например, наши партнеры в Берлине, это Уфа Фабрик. Они захватили огромную кинофабрику, бывшую Уфа, которая еще выпускала знаменитые из Марлен Дитрих фильмы. Просто захватили. Они хиппи были. Взяли, значит, зашли в это место, забарикофировались, стали там жить. Но они так хорошо там жили. То есть, они делали хлеб, они играли с детьми и соседями, они делали фестивали. И все кварталы просто жили там в этом месте. И когда полиция попыталась охрану вытащить, а то самое, как поднялся целый район города, и полиция обтеснила. И поэтому Уфа до сих пор в этом месте, если в Берлине то вы будете, нам туда прийти. Так вот, у них самый вкусный хлеб вообще в Берлине. То есть, лучше хлеба, чем в Уфа Фабрик, вообще в Берлине не существует. Но мы, кстати, сейчас сделали на Мелице, вот там, где все эти роботы лабораторные с искусством жизни, значит, сделали такой, правильный, как назывался пикник, как произведение искусства. Мы пригласили 10 поваров великих со всем мира и сделали 10 миров, где еда, поступки, образы, ну, то есть, все, что связано с человеком, как единое целое, выступало целые милии такие. Фантастический просто успех у этого проекта, и мы, наверное, будем теперь его продолжать. Но это, ну, у нас, условно, там был один пикник на воде, там был это самое. Сейчас мы вообще делаем, что они все сидят, значит, по грудь к воде, значит, это самое, плывут, там такой стол плавающий, там и так далее. Там был в Гаргантюа пикник, то есть, все вещи были огромные, там это самое, все, там солома, там, ну, все старин, старо-французская стиль, там и так далее. То есть, и из Питера тоже кто-то у нас представитель был. Кто? Бушет. Бушет представлял Петербург, значит. У них был замечательный просто пикник, где они вместе с публикой, вместе делали там пельмени и так далее. То есть, там вообще принцип был, что публика не получает ничего, она вместе делает с нами всю эту историю. А бывает когда-нибудь тяжело, депрессия, что с этим, как ты себя справляешь с этим? Я знаю то, что ты с матушкой природой в ладу и ноги в воду опускает для того, чтобы перенализировать и восстановиться. Но когда отсутствует эта природа, матушка, но тебе нужно трудиться. Как ты себя восстанавливаешь? Когда тебе вот выжили, высосали твою энергию жизни, как ты себя восстанавливаешь? Есть разные способы, вот один из моих способов это петь песню. Серьезно, сейчас, 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 секунду, тебя же не прислушают, пусть ты беспокоен. Эта вот цена, когда я пою громко, она говорит, не надо. Я же подходу, подхожу к краю сцены, чувствую плохое настроение. Я сразу вспоминаю песни, э-э-э, моя красавица в соборе. Селение не отрубки, нет, сразу я выплываю, как просто лодочка на сцену. Тебе нужно найти как бы что-то, что тебя немножко внесет в то состояние, которое тебе хорошо и так далее. Это один из способов, их тысячи. И, конечно, самое главное, сначала отойди, не мешай. Старайся, чтобы никто не попадался под руку в эти моменты, где-нибудь куда-нибудь подальше спрятаться. Значит, когда немножечко отпыхтишься, немножечко затихнешь, потом опять помечтаешь, потом опять захочешь, потом опять увлечешься, и тогда опять можешь возвращаться. Я, конечно, все-таки, в конце концов, чему-то научился. И я теперь знаю, вот у меня спектакль, да, если я, у меня плохое настроение, я подхожу, смотрю в глаза моих артистов, смотрю, у кого глаза сегодня светятся, и говорю, ты сегодня будешь выступать. И я все время смотрю, у кого глаза светятся, и я его на первый план выдвигаю, а те, кто немножко скрустил на задний план, и поэтому здесь все национально гармонично. А глаза засветились опять-таки, оказалось, например, не так. Для вас с чего театр начинается? А я уже вообще не интересуюсь теми театром. Правда, у меня театр уже, ну, так, одна из возможностей быть счастливым. В театре есть возможность собраться с друзьями и шелиться с другими друзьями, кто-то еще не знает. Вот поэтому я люблю театр, как место вообще-то, живое, окаленное, и поэтому театр этим хорош для меня. Но искусство для меня уже не интересно, оно мне интересно. Мне интересно, кажется, быть ежедневно счастливым, как другим помочь. А, вот Николай Евринов во Франции в масонство вступил, по словам, читал. И был даже каким-то представителем. Увлекался, да. Я думаю, что у них это было, но они как-то грустно это делали. Почему я Академия Туркова сделал? Потому что там мы все весело это делали. Что бы мы ни делали, мы делаем это весело. То есть мы все время как-то стараемся только с этой стороны находиться. Поэтому, ну, про масонство Антоша Досинского надо больше знать. У него у нас серьезный, это сам, наризонный. И вот, наверное, ему это будет близко. А мне как-то вот дураки на заваренке, да, с пивом, и как-то рядом с котами. Как-то я заехал в одну организацию, которая называлась Всемирная Ассоциация Карнавальных Городов. И я заплатил деньги за Россию, значит, и уехал туда, приезжаю. Я представитель России, самозванный. Можно, значит, что вы шоу-то делаете? Вы весело живете или не в таксах? Они все при галстках. А я в тапочках, я даже у меня сандарики даю, ну, там, в сорт, в таксах уже рад. А они все влюблены, черные, все. Я так, ну, чувствую, как-то на пляж. Я пытался подыграть, значит, подстроиться, подстроиться, ничего не получилось. Они только на пляж. Я набрал краток, корзину огромного. Высыпал, значит, как там шло суровое огромное. Они там по все завязали, там, и так. Вот я чувствую карнавал, значит. Ну, прежде скучно. Поэтому это все организация, которая уже давно устала, и которая давно... Ну, это музейная организация. У них, наверное, когда-то было место. Значит, нужно новое, новое сказать. Ну, такой не очень вопрос, но все равно. Вот раз разговор был изначально об уличном театре, и хотелось бы спросить, вот все-таки, что самое главное на улице? Ну, когда ты выходишь на улицу с каким-то представлением, чтобы это не закончилось на том, что я вот вышел себя показать. А что самое главное, чтобы, наверное, человек остановился или что-то... Ну, как это вообще даже, не знаю, кроме, может быть, грима, костюма, чего-то такого, вот что-то еще, я не знаю даже что. Вот такой вопрос. Вот, вот, боюсь, что мы этому целый день посвятим. Приходите, 17-го, 17-го утра, вот ровно про это. Потому что, ну, все-таки, мы вот сделали несколько красивых спектаклей во время, когда мы делали на улице. И это произошло, потому что тему, которую мы брали, она нам была интересна не тем, чтобы покрасоваться, а тем, нам было интересно этим, это поразить, и в это, вот, окунуться. Я не говорю, вот эта история, свой маленький кусочек нашего спектакля «Катастрофа», но это вообще такой силы спектакль, который вот прошло лет 30, я не знаю, что прошло уже, а мне опять, значит, мне хоть каждый день я могу его играть, потому что он тебя втягивает, и он тебя несет. То есть это ты не бросуешься, ты вдохновляешься и живешь. Это совсем не было. Нет, просто сейчас зачастую приезжают на какие-то фестивали, что такое видишь, что, ну, в каких-то театрах и что-то там, ну, нет почему-то такого, и почему нет. Нет, это не так. Если что-то где-нибудь когда-нибудь увидишь настоящее, говори «Ура», а все остальное тогда обычно. Это выискиваешь каждый раз крупинку, то там, то тут, это нормально. То, что ничего нет, то это все знают. Вот хочется как раз узнать этот секрет, когда… Ну, это все вот как раз и есть. Это вот, я только что купил несколько книжек в «Держании местных». Вот здесь ответ на то, как к этому все. Вот здесь, да. Энциклопедия шаманской мудрости. Гротовский его театр. Сибирский шаманизм. Роберт Уильс, Мещерин Сама. Вот они что-то знают. Вот обращайся к ним и среди строчек ищи вот эти… Вот это… Вдруг, я вот не знаю, читал книжку Луи Баро в самом детстве своем. И вдруг в сноске внизу на какую-то фразу написано, это самое… Чего-то такое господин Арто. А в России еще ни одного человека не было, кто Арто знал вообще… По-моему, одна эта самая дама, которая… Кадунова, которая знала про это. Один человек в России. И это самое… Я начал искать эту книжку Арто. И вдруг приехал Баро выступать. Я за Борисом пробрался. Значит, к какой-то девочке подхожу, она по-французски… Я говорю, на лунном языке… А вот не знаете, где достать книжку Арто? Она зависает в карманы и дает… Вот это шаманизмом где-то там. Она знала, что она должна мне перевести эту книгу. Это была первая книжка Арто в России. Это самое… А потом я у Баро где-то читаю. И я начал умирать, как будто вода уходит из ванны. Вот смотрите. Это и есть… Это магия. Он поймал… Он нашел фразу, которую он смог объяснить. Вот это… Где это находится опять вот в этом месте, где и есть настоящее. Как думаете, чертки знать. А если вы придете к нам 18-го что-нибудь, вам еще и покажут такие театры. Да, там… Да. Какое время вы сегодня… Мы… Вот, кстати… Условно… Ну, существует, условно, три самых великих вычисленных театра мира. Это Брэд Крин Папетт, это Роял Велюкс, и это, по моему мнению, еще… Доктору… Еще десяток театров, которые мы покажем по 20-30 минут о каждом. То есть, это можно будет посмотреть самые-самые великие вызовы из этих поисков. Вечером… А вечером это… В 19-00. Там же… Там же… В Доме актеров… А программы где можно… На… На… На сайте форума. Зайдите на сайт форума, секция «Цирк и уличный театр», и там все расписано, под секция наша называется «Новый цирк и уличный театр». Это вот мечом. А вы… Еще вопрос. А вот в проектах театрализации жизни вы уделяете внимание запахам? Потому что здесь, в основном, про визуальную часть говорилось, про музыкальную, про гастрономическую, про драматическую… Могу вам сказать, во-первых, во время пикников, в каждом пикнике было установлено синхрозатронная машина – запах. Ну, я условно называю, но это лаборатория французская, которая занимается этими исследованиями. Мы с ними договорились, что в Цыганском будет запах этого самого коровника, там, и в этом самом… И они нам добиваются… Нет, ничего не будет. Почему? Потому что на большом пространстве, особенно природе, еще додумались англичане. Они в садах ставили стены, отделялись сад от сада, потому что запахи мгновенно разлетаются и исчезают. И поэтому вот эти стены помогают запаху роста, словно, держать одно место. Но сейчас вот это самое… Мой импресарио специально уже три года занимается только этой проблемой, чтобы в спектаклях использовать эту формулу. Ну, меня уже этот спектакль не очень волнует, но вот для садов мы это, может быть, сможем добиться. А, кстати, с театра Royal Deluxe, кроме я говорил, у него огромная машина, не знаю, с эту комнату. Значит, во время спектакля они ее возят на огромных колесах, после каждой сцены они провозят эту машину. И то запах гари, и то запах роз и так далее, и так далее. Это вот они специально добились. То есть они начинают сцену с запаха, то есть зритель воспринимает сначала запах. Есть ли у вас какие-нибудь примеры, когда бы вот такой карнавальный, радостный формат сочетался бы с такими вещами, к которым традиционно принято относиться серьезно, напряженно, какой-нибудь образовательный процесс обучения каким-то техническим вещам в каком радостном и карнавальном стиле? И насколько вам кажется, это реально? Ну, мы иногда попадаем в такие ситуации. Нам говорят, вот умер кто-то из главных. Сегодня никто не празднует. Мы спокойно сегодня сделаем вам спектакль без единого смешка. И народ, мы просто убираем все трюки из спектакля, работаем прекрасно, с большим удовольствием. И наши артисты говорят, слушайте, давайте все время так играть. Я серьезно. Наш спектакль можно играть и весело, и невесело. Нам все равно. Мы просто там хорошо вместе. И поэтому какая разница, чем заниматься. Мы можем уже не пускать, можем вообще за бутылочкой сидеть. Ну вот, повезло, мы и выходим на сцену. Наверное, возможно, но не мы. Да нет, я думаю, что возможно, конечно. Конечно, возможно. Ну, во-первых, если говорить о самых грустных ситуациях, вон, мексиканцы придумали целый карнавал смерти. И радуются себе со страшной силой. Я не про смерть, а скорее про образовательные лечения. Я понимаю, но это почти только что. У нас вот сейчас только что была школа дурахов. Целый месяц. Человек сорок, наверное, там у нас занял. Лучше расскажем про школу на корабле. Ну еще, у нас постоянно школы. Но мы так весело их проводим, что никто не замечает, что это школа. То есть, во-первых, в самом театре у нас, когда мы учились, никто бы это не сказал. А во-вторых, вот, например, один из наших проектов назывался «Дураки на Волге». Значит, мы взяли корабль на месяц каким-то. Захватили уже корабль. Нясным способом. Посадили на него сотню человек. Половина учеников, половина, значит, педагогов, поваров и так далее. И поплыли по реке Волги учиться. Возьмена огромная стена, значит, в коридоре, и написаны числа. И кто хочет, то и пишет на этой стене, кто за это отвечает. Значит, каждый дурак мог написать и отвечать за любой день этой жизни. Значит, у нас огромный, это самое, как называется, наряд, где куча бабушкиных всяких вещей. Утром приходим, знаем, сегодня день зеленого чемодана. И все одеваются зелеными чемоданами, значит, в это самое, и целый день в этом образе живут. И кто, в конце концов, получил самое большое количество балла, попадает на бал, на верхнюю палубу ночью. А все остальные, кто не получил, значит, как хотят, там проводят время. Ну, то есть, у нас было 30 гимн, 29 было праздников и один выходной. Значит, это самое. И вот эта система обучения. И после этого у меня потрясающе просто, три артиста, значит, коробочка из нашего театра, значит, это самое. У нас у всех ребят другие имена, потому что мы из этой жизни уходим в другую жизнь. И там другие имена. Это самое. Вот, может быть, вы знаете Геру, который с огнями, он называется, который делает огненные люди. Значит, он тоже окончил школу. Артем, значит, Джимо, в основном, Джимо Лохов, значит, это самое. Он тоже играет в желтого. Вот и три человека вышли из этой всей плеяды. Значит, вся эта история получилась. Мы целый месяц ездили, целый месяц праздновали. И за это время люди всему научились. Ну, то есть, но никогда не было видно этого, этого школы. Она все время была в радости и в развод. То есть, просто можно любую вещь так преподнести. У нас была школа, сейчас, извините, говорят, срочно закончим, я уходю в окно. У нас в этой истории, сейчас, сейчас, очень, школа захватила за хвостик. Нет, вот там была, когда на этой самой истории. То есть, можно любое дело преподавать. У нас на месте была школа для детей. Как называется? Марабу. И там учили математики. Так весело. Ну, просто вообще. Дети въезжали с утра до вечера и научились шикарно заниматься с математикой. Там были испытания психологические, например. Они жили на другой стороне реки, а на этой стороне реки, значит, классы. И они все время обходили вокруг. И кто-то из детей говорит, а, лучше бы это самое взять и переплыть. Осень, холодно. Это самое. И каждый день на эту тему все время б-б-б-б. И училица надоело, что они все время б-б-б-б вместо того, чтобы действовать. И однажды нам сказали, что лодка подойдет, а мы поплывем. Пришли, лодка не приходит. Стоят они, ну, ничего. Она же дождь говорила, что поплывете. Ну, как-то все гнутся. Она берет, раздевается, прыг и поплывается. И мы засняли лица детей. Это был поступок, и это было обучение этих детей. Не была бы одна в жизни, а поступок. То есть, вот, примеры, как бы, особого типа школы, которые мы там применим. И это очень смешно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.